Новость последних дней. Сомали заявила о намерении признать независимость Южной Осетии и Абхазии. И я думаю, что вот такой сюрприз меньше всего ожидали чиновники в Кремле, на Краснопресненской набережной и на Смоленской площади. Потому что произошло это ровно в тот момент, когда внимание всего мира было приковано к событиям у берегов Сомали, где пираты захватили украинский сухогруз с грузом оружия на борту. Это один из самых памятных таких вот кризисов международных, связанных с захватом заложников. Вообще Сомали говорят о так называемом несостоявшемся или там провалившемся государстве, одном из беднейших на планете, к тому же являющимся источником терроризма и угроз международной безопасности. И вот на тебе такой подарок Москве, именно это государство вдруг решило признать независимость Южной Осетии и Абхазии, присоединиться к малочисленному кругу государств, которые уже составили нам компанию. У нас сегодня в гостях один из ведущих экспертов по вопросам внешней политики, президент фонда «Новая Евразия» Андрей Картунов. Андрей Вадимович, вот как вам вообще вся эта ситуация выглядит? На что рассчитывали вообще в Кремле на Краснопресненской набережной, признавая независимость Южной Осетии и Абхазии? Ведь, мне кажется, в результате мы имеем репутационные потери для России, для российской дипломатии. Или на эти соображения сейчас принято махнуть рукой, наплевать? Ну, репутационные потери, конечно, очевидны, причем это как-то кротосрочные проблемы для российской внешней политики, так и проблемы долгосрочного плана. Потому что Россия, особенно после Косовского инцидента, находилась в состоянии некого морального превосходства. Россия защищала международное право, Россия выступала за стандарты, Россия возглавляла международное сообщество тех, кто не был согласен с односторонним провозглашением и признанием независимости Косова. Сейчас вот такого морального авторитета у нас уже нет. И против России можно обратить все те аргументы, которые мы высказывали в адрес наших западных партнеров, когда они стали поспешно признавать Косово. Причем разница между нашим шагом и шагом Запада в отношении Косово тоже не в нашу пользу. Потому что, по крайней мере, Запад, Соединенные Штаты в течение многих лет вели подготовительную работу по признанию Косово. По крайней мере, Соединенные Штаты пытались сформировать коалицию. Ну, пусть она не получилась всеобщей, но все-таки 3-4 десятка стран Косово признали. У нас даже этим похвастаться нельзя. Я бы здесь еще добавил, опять-таки не хочется быть слишком критичным по отношению к своей стране, но посмотрите, как было принято решение. Признание двух стран. Серьезнейший вопрос. Вопрос, который, конечно же, потянет за собой очень существенные международные последствия. Как этот вопрос обсуждается в Думе, в Совете Федерации? Приглашаются эксперты? Проводится слушание? Принимаются ли какие-то решения на базе того, что законодатели могли бы выслушать? Понятно. Принимается решение... Зачем? Зачем все это? Ну, мне кажется, во-первых, эмоциональная реакция на позицию Запада. Запад оказался по отношению к России несправедливым. Запад занял одностороннюю позицию. И мне кажется, что это было предиктовано тем, что Россия хотела показать свою независимость, свою самостоятельность и то, что она не поддается на давление. Это первое. Второе. Конечно, есть и определенный юридический момент в этом признании. Он связан с тем, что для России важно было найти правовые основания для сохранения своего военного присутствия на этих территориях. Если эти территории продолжают оставаться частью Грузии, а Грузия выступает против военного присутствия России здесь, то России будет очень трудно, не имея международного мандата, сохранить свои позиции. Поэтому, очевидно, было принято решение еще и на таком, я бы сказал, легалистском уровне. Кроме того, конечно, надо учитывать давление, которое оказывалось на Кремль и со стороны этих республик, и со стороны их друзей, скажем, на Северном Кавказе. Это тоже фактор, от которого никуда не денешься. То есть здесь, наверное, сыграл роль целый комплекс факторов. Потому что объяснить это просто логикой представляется довольно затруднительным. Скорее, России тогда уж надо было подвести этот вопрос, угрожать тем, что на каком-то этапе такая независимость может быть признана, но, во всяком случае, не спешить с таким решением. Ну, хорошо. И куда мы придем в результате того кризиса в отношениях с Западом, который возник во время и после российско-грузинского вооруженного конфликта вокруг и из-за Южной Осетии, ну, а также в результате одностороннего признания Москвой независимости, самого провозглашенных республик? Ну, есть кризис региональный, кавказский. Он имеет свою логику, свою динамику. Я имею в виду вот уже нерегиональную проблему. Понятно, что там будет все развиваться по определенным местным законам. А вот в отношениях там Москва-Вашингтон, Москва-Объединенная Европа. Ну, что касается Вашингтона, то, конечно, развитие событий сейчас немножко отложено. Понятно, что до выборов Соединенных Штатов ничего принципиально нового в наших отношениях не возникнет. И, наверное, даже было бы неправильно сейчас пытаться добиться каких-то уступок от нынешней администрации. Она свою позицию заявила, и она будет все меньше и меньше влиять на ход реальных событий в мире. Поэтому у нас есть некоторое время, чтобы подготовиться. У нас есть возможность оценить, скажем так, позиции следующего президента. И действительно, очень много зависит от того, кто все-таки окажется в Белом доме. Но ясно, что старт будет для нас тяжелым. Он будет тяжелым не только по причине грузинского кризиса. Накопилась масса других проблем. Запас прочности в российско-американских отношениях, к сожалению, очень невелик. Но, тем не менее, вот этот кризис на Кавказе, он еще больше усугубляет негативный фон. Это не смертельно, не критично, но, тем не менее, это существенно. В отношении Европы сейчас ситуация несколько иная. И мне кажется, что, наверное, стоило бы основные усилия направить именно сюда, на отношения Соединенной Европы. У нас заторможены, по сути дела прекращены переговоры о следующем соглашении между Россией и Объединенной Европой. Подвесили целый ряд очень крупных, перспективных проблем, вопросов сотрудничества с Европой. Ну, скажем, в области науки, вхождения России в так называемую седьмую рамочную программу по научному сотрудничеству с Европой в качестве ассоциированного члена. И мне кажется, что вот здесь мы должны проявить сейчас наибольшие усилия.